Азарт, воля к победе и командный дух. Под таким девизом во Дворце спорта прошли соревнования по мини-футболу. В течение нескольких дней школьники демонстрировали на поле быстроту, ловкость, безупречную координацию движений, а также владение техническими приемами и слаженное командное взаимодействие. Хорошо готовы, я скажу, ребята стараются, забивают голы. Готовы, хорошо. Хорошо. Ошибки есть, что правила немножко надо подтянуть с правилами, а так все хорошо. Два тайма по 20 минут, по одному тайм-ауту, в одном тайме каждая команда может брать замены. Также смотрим правильно, чтобы замены были. Турнир по одному из самых популярных видов спорта ежегодно проводится в рамках президентских спортивных игр и состязаний. Участвуют четыре команды и соревнования по мини-футболу. Первая, вторая, третья, четвёртая школа. В прошлом году тоже подобные соревнования проводили. В прошлом году на первом месте была команда третьей школы, которая на одну, один гол опередила первую школу. На третьем месте была команда второй школы и на четвёртом месте четвёртой школы. На площадке Дворца спорта развернулись настоящие футбольные баталии. В финале встретились команды третьей и первой школ. Обе сборные показали неплохой уровень подготовки, и матч был наполнен множеством захватывающих моментов. Команда очень хорошо настроена и хорошо подготовлена. Особенно хорошо смотрится Илья Никита, это игрок под номером четыре. Можно сказать, у нас хорошее мастерство. Ещё у нас хорошие игроки, некоторые ходят, на футбол занимаются. Ну, в принципе, у всех хорошая физическая подготовка. В итоге юные футболисты третьей школы праздновали победу в матче и завоевали главный трофей соревнований. На втором месте команда первой школы. Спортсмены школы номер четыре замкнули тройку лидеров. Победители и призёры получили грамоты и медали. Кроме того, организаторы отметили и лучших игроков турнира. Елена Воротникова, Дмитрий Слепенков из Белоярского. Специально для телекомпании Югра.